В эфире «Сыскное дело» в студии Алины Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о громких судебных делах, масштабных учениях, чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Два пожизненных срока 25 и 26 лет лишения свободы. Поставлена точка в громком деле об убийстве экс-главы Сызранской полиции Андрея Гошта и пятерых членов его семьи. Приговор вынесли в среду в Самарском областном суде. Напомним, трагедия случилась в апреле прошлого года в селе Ивашевка. Шесть человек, включая полицейского, были найдены убитыми в собственном доме. Репортаж из зала суда. В ожидании приговора в холле областного суда адвокаты, журналисты, родственники обвиняемых. Последние с трудом справляются с волнением. Вскоре приезжает конвой. Оказавшись в зале заседаний, подсудимые активно общаются с адвокатами. Что-то на своем языке кричат родным. Ахмадова, Захрабова, Бабаева и Фаталиева обвиняют в убийстве экс-главы Сызранской полиции Андрея Гошта и пятерых членов его семьи. Все произошло в апреле прошлого года. По версии следствия, подсудимые проникли в дом полицейского, когда все спали и до смерти избили своих жертв. Чудом выжила только племянница Гошта. Нападавшие забрали находящиеся в доме ценные вещи и скрылись с места преступления. После задержания подсудимые попросили, чтобы их судьбу решали присяжные. В конце января они вынесли свой вердикт. Учитывали смягчающие и отягчающие обстоятельства. Бабаев призван заслуживающимся исхождения по всем эпизодам предъявленного обвинения. Захрабов и Фаталиев только в части покушения на убийство малолетнего. У Ахматова есть малолетний ребенок, что государственным обвинением было предложено учесть в качестве смягчающего вину в обстоятельствах. У Захрабова очагчающим обстоятельствам было предложено учесть рецидив преступления. Во время оглашения приговора в зале тишина. Суд согласился с мнением гособвинения. Два пожизненных срока, 25 и 26 лет лишения свободы. Такое наказание выбрал суд для обвиняемых в убийстве Андрея Гошта и его семьи. Также подсудимых обязали выплатить потерпевшим более 12 миллионов рублей в общей сложности в качестве компенсации морального вреда. С приговором не согласны адвокаты и родственники подсудимых. Отец Архана Захрабова в вину своего сына не верит. Говорит, семья живет в достатке, мотивов для преступления быть не может. Если человек день 2-3 тысячи зарабатывает, то зачем именно? Надо? Он каждый день. У него свои газеты, свои машины, свой дом. Все удобства есть от и до. Ему нет никакой причины, чтобы пойти к кого-то ограбить. В самом деле он не виноват. Вот это я хочу сказать вам всем уважаемым. Представители защиты намерены обжаловать приговор. По мнению адвоката Ахмадова, он слишком суров. Пожизненное наказание. Его представили в данной ситуации как организатора. То есть вот с данной версией мы вообще не согласны. То есть организатор явно не Ахмадов там был. Да, безусловно, обжаловать, конечно же, приговор мы будем, потому что мы уже понимаем, что он достаточно жесткий. В этом деле точка поставлена. Сейчас расследуется еще одно похожее преступление. В декабре прошлого года неизвестные напали на главу от Раднинской полиции и его супругу. Также в собственном доме. Сам полицейский попал в больницу. Его жена скончалась от полученных травм. Подозреваемый сейчас под стражей. В результате крупного пожара в Куйбышевском районе Самары погиб мужчина. Трагедия случилась в ночь на среду. Деревянный дом загорелся, когда его хозяин вышел в магазин. Внутри остался его друг. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по всей площади в 120 квадратных метров. Пожар мог перекинуться на соседние постройки, но спасатели вовремя потушили пламя. Человек, который в момент возгорания находился в одной из комнат, задохнулся. Спасатели спешат на помощь. В аэропорту Курумыч в среду прошли занятия по выживанию в экстремальных условиях после авиакатастрофы. Спасатели Росавиации тренировались вызволять из беды пилотов, пострадавших после крушения самолета. Как не замерзнуть в лесу в мороз, пока ждешь помощи, теперь знает Марина Матвейшина. Самолет совершает аварийную посадку за пределами аэродрома. Экипаж два человека не пострадали, но очень ждут помощи. Из-за сильного мороза и ураганового ветра пилоты могут замерзнуть. По легенде учений погода нелетная, а потому прилететь за пострадавшими на воздушном судне временно невозможно. Спасатели спешат на помощь другим путем. Пострадавших отвозят в лес. Там разбивают лагерь, чтобы можно было пережить один-три дня, пока группу не эвакуируют по воздуху. В группе четкое разделение обязанностей. Кто-то разбивает палатку, кто-то разжигает костры. Огонь – это свет, тепло. Опять же, у нас из подручных средств можно натопить. Сейчас будет воду, питье. И, соответственно, так как у нас условия зима, необходимо подготовить специальное место для этого. Ну, яма для того, чтобы убрать снег, так как он будет топиться, разумеется, при горении и будет тушить его. Плюс защита от ветра. Людей от ветра спасают деревья и кустарники. Еще лучше брезентовая палатка. Установить их нужно как можно быстрее, учитывая массу нюансов. Именно их спасатели и отрабатывают на таких учениях. Чтобы создать тепло в палатке, на снег укладывают лапник. Это обычные еловые ветки. Укладывают их погуще, чтобы создалась такая воздушная подушка, которая задерживает тепло. И тогда люди прямо в верхней одежде могут спать на этих ветках или лежать и не мерзнуть. Практические занятия по спасению и выживанию в экстремальных условиях спасатели Росавиации проводят два раза в год. Летом и зимой. Разные погодные условия диктуют разный подход. Опытные сотрудники на таких занятиях оттачивают навыки выживания. Новички пробуют на практике то, что знали только в теории. Подготовленному человеку не составляет большого труда выжить в условиях. Но опять же, повторюсь, подготовленному. Поэтому мы проводим эти занятия для того, чтобы если такая ситуация вдруг случится, чтобы наши спасатели были к этому готовы. В распоряжении спасателей есть вся необходимая техника. В случае катастрофы самарская группа может выехать и в соседние регионы. Уровень их ответственности распространяется в радиусе 280 километров от Самары. Директора управляющей компании ТВН будут судить за мошенничество. Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение. По версии следствия, руководитель управляющей компании Владимир Терещенко с июля 2014 года по апрель 2015 похитил около 30 миллионов рублей, которые предназначались ресурсоснабжающей организации СУТЭК за оплату коммунальных услуг. Компания ТВН обслуживала несколько десятков домов в Красноглинском районе Самары. Жители исправно платили за тепло и горячую воду, а управляющая организация деньги поставщику услуг не переводила. Директор фактически оставлял их себе, при этом пытался их легализовать через другую фирму. К тому же в апреле прошлого года управляющая компания ТВН не прошла лицензирование. Терещенко обвиняют по двум статьям. Мошенничество в особо крупном размере и легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления. В ближайшее время дело направят в суд. Он дал указание своей подчиненной об изменении расчетного счета получателя денежных средств за оплату коммунальных платежей с расчетного счета СУТЭК, осуществляющих теплоподачу в дома, и обключения в квитанции расчетного счета непосредственно данной управляющей компании. Восемь месяцев в колонии общего режима проведут нелегальные мигранты, которых задержали самарские сотрудники ФСБ. Семеро граждан Узбекистана вступили в сговор, чтобы незаконно пересечь российскую границу. Иностранцы нашли сообщников в Казахстане, заплатили им по тысяче долларов с человека, чтобы те помогли им беспрепятственно добраться до Самарской области. Сначала мигранты прибыли в Уральск, затем один из местных жителей свел их с российскими проводниками. Границу нелегалы пересекли на территории Оренбургской области вне установленных пунктов пропуска. Затем отправились в подъем Михайловку, где и попали в руки сотрудников ФСБ. Всего же с начала года из Самары выдворили 80 нелегальных мигрантов. На этом у нас все. Вы смотрели «Соскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!